Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство зла, то серебро не приведут желанной цели. Хадж сегодня стал таким комфортным, настолько удобным. Люди, поверить не могу, берут билет на экспресс-флайт. Раньше люди шли в Хаджи 9 месяцев, а они летят на Хаджи 12 часов. От двери до Джидды 12 часов. Что делает парень? Он просто пакует сумки, несет свои сумки вниз по лестнице, в свой Х5, да? Едет в аэропорт, все что он делает, просто едет, со всеми удобствами. Климат-контроль, все дела, круиз-контроль. И вот он доехал до аэропорта, или его довезли. Он вытащил свой багаж на тележку. Боже, это убьет его спину! И потом просто повез тележку. Погружать сумки внутрь. Потом взял кофейку или что-то наподобие. Сел на самолет. И он знает, что в следующую минуту он полетит. Задремал или читает журнал. И в следующую минуту он знает, он в Джидде. И вот он должен перенести багаж на следующую тележку. Прибыл еще один пятизвездочный экспресс, чтобы отвезти в отель. И он просто везет весь свой багаж до самого лифта, в свою спальню, и ставит его там. Аллаху Акбар! А потом еще жалуется. Говорит, оу, да это тяжело, а! Ему жарко! Когда люди шли девять месяцев! При этом перемещаясь на собственных ногах. Вели своих ездовых животных вплоть до хаджа. На жертву. Один лошадь, другой верблюдо, кто-то овцу. И они все шли и шли, пока не приходили к Каабе на девятый месяц. А этот парень прибыл за девять часов, и он жалуется. Знаете, что они делают? О, боже, ох уж эти паломники. Если уровень их удобств снизится с пятизвездочного обслуживания до уровня четыре с половиной. Да? Четыре с половиной звезды. Надувательство! Вырывается у него. Говорит, Ора! А? Вы меня обманули! Обманули меня! А взяли с меня пять тысяч! А? А салат, который вы мне подали? А? В нем даже нету соли! Что это за обслуживание, а? Парень, успокойся! Терпение, паломник! И знаете, в чем суть? Он идет в Харам, да? Обходит вокруг. Он обходит вокруг Каабы, потом взбирается на Сафу и Марву, да? И говорит, боже, тяжело! Тяжело! Ему трудно, и все эти салаты-малаты внутри него сгорают и сгорают. И ему жарко. Парень потеет, и теперь ему трудно. И на его стопах выступают мозоли. Правда же? Мозоли. И вот он с мозолями идет до номера в отеле, как Франкенштейн, который вышел наружу. Да? О, боже! Срочно в ванну, а эти мозоли! Жду не дождусь, когда вернусь назад. Жду не дождусь, это оказалось трудно. Тяжело. Брат, ты еще не видел Хаджа. В смысле, брат? Ты еще даже не был в Мина. Что такое Мина? Ну, брат, Мина. Там люди ходят в туалет мимо отверстия. Ты серьезно, брат? Мимо отверстия? О чем ты? Да, брат, говорю тебе. Говорю тебе, там придется как следует почистить. Придется зажать нос, задержать дыхание. О, пожалуйста, брат! А есть пятизвездочный отель, брат? Было бы здорово пятизвездочный. Ну, можно. Правда? Я заплачу сколько понадобится. Так-то это сунно. В общем, он идет в Мина. Идет в Мина и жалуется. Направо и налево. Там шатры с кондиционерами. Шатры с кондиционерами. Он просто сидит там. Ему не нужно ничего делать. Только лишь поминать Аллаха. А все, что он делает, смотрит на часы. В общем, ему сказали, что еду принесут, скажем, в шесть тридцать семь. Еду задержали на полчаса. И начинает выходить наружу его детская истерика. Ребенок внутри него. Как маленький вампир. Когда выходит луна. Когда ситуация вокруг него меняется, он превращается в маленького монстра. И этот монстр в нем или в ней, когда он получает то, что хотел, и удовлетворяется. Все хорошо. Он счастлив. Ведь его желудок полон. У него есть еда. Он в норме, в порядке. Если не дать ему еды и того, что он хочет, он начинает становиться тревожным. Да? Он идет на Арафат. И он потеет и хочет, чтобы все это закончилось. Теперь он идет совершать следующий ритуал бросания камешков. У него мозоли. Он мажет их вазелином и так далее. Пытаясь как-то смягчить. И так далее. И это его убивает. Ему нужно надеть и храм прикрыть. Ну, то, что внизу. Понимаете, да? Столько мыслей проносятся в его голове. Он думает, скорее, скорее бы вернуться. Он только что совершил самый комфортный хаджи, который только можно представить и жалуется. Это жизнь лишь миг один. Прыть в жизни будущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным. Не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере. Люби людей и твори добро.